тот момент я не понимал на самом деле то есть из папа 5 часов день минимум а это был макс максим еще если бы я там иногда делал уроки не может быть хватался за лицо и думаю да ладно и когда ты начинаешь полностью осознавать с кем ты играешь вот такой был абзац что этот русский мнение нужно нас к маму подкаст тариф третного бару а будем я мить некий разговор обы кто было всех наслушная а будем иметь просто не я китаре и было его воду итак друзья это свершилось всем добрый вечер и сегодня очень приятный вечер во всех отношениях в том числе конечно в футбольном ибо сегодня возвращаются болтийцы этот подкаст который будем считать будет неким буревестником таким ознаменованием того что возвращается и футбол большой футбол город калининград наш проект как предназначение того что в конце этой недели уже валтка пройдет первый выездной поединок самаре против крылышек но и мы сегодня ваши ведущие я виталий макаров и иван ломовицкий готовы пообщаться с одним очень знакомым вам хорошим футболистом на футбольные не только футбольные темы всех приветствую виталий артем наши зрители хотел бы сказать чтобы все подключались к нашему подкасту наконец-то нас вернулся футбол вернулся хоть и не на футбольные поля пока мы начинаем здесь но и перед тем как начать я скажу о нашем небольшом конкурсе артем в конце подкаст выберет лучший вопрос и вы дорогие зрители подключать задавайте вопросы в прямом эфире и мы их будем передавать артему и в конце он выберет и вы получите в приз абонемент и корабль от бара дредноут я думаю можно продолжать виталий да можно уже переходить непосредственно к официальному представлению нашего сегодняшнего гостя да хотя это как говорили секрет поли шинели ибо мы уже давно рассекретили нашего сегодняшнего гостя в аккаунтах футбольного клуба балска артем мещанина сегодня у нас гостя тема добрый вечер здравствуйте свершилась свершилась да и конечно же хочется представляя нашего сегодняшнего собеседника отметить что несмотря на относительно молодой футбольный возраст 24 года человек уже на всякий случай побывал в структуре таких клубов как зенит как баник побывал на просмотре во франции ну а сейчас я думаю что с гордостью носит футбольную честь клуба балска филе футболку и соответственно бьется за честь этого клуба и все-таки тем зачем мы начнем на все-таки с футбола с около футбольной темы которая понятно всех уже изрядно достала это самая пандемия этот самый коронавирус и сейчас мы это все уже говорим на фоне небольшой улыбки ибо возвращается фнл через две недели возвращается рпл очень футбольная жизнь возвращается это не может не радовать но все-таки вы как и все остальные люди попали в особые стрессовые условия именно футболистов и подготовка к новому сезону скомканном периоде да то есть его долго неясный был момент будет продолжен турнир не будет продолжен турнир вот сейчас как бы ты мог оценить этот период своей жизни как он летят проходил как для команды насколько болезненно тяжело около двух месяцев давид был где-то карантин если не больше даже ну как это произошло изначально нас должна была быть игра с лучом объявили о том что скорее всего игры не будет мы тренировались на стадионе балтика играли двухсторонние матчи между собой игре хотел чтобы мы были в тонусе потому что все равно все верили что возможно мы будем играть продолжать но так сложилось что 26 числа уже официально около месяца сказали что будет точно карантин мы поехали домой все я вернулся в питер и во время карантина я на самом деле задумался о том что та жизнь которая была у меня в чехии я обсуждал это со знакомой своей которая знает мою всю эту историю что не сильно то отличалась на самом деле кроме того что понятно дело можно по заведениям ходить по разным это все было закрыто но так после тренировок после игр все время при дома проводил свое время но это сильно угнетало вообще вот это заточение вот это то есть ведь футболисты это командные люди да то есть это всегда коллектив всегда как-то вместе в гуще событий и тут опыта и такой вот изолятор карантин угнетало то что скорее всего у нас была в голове задача не задача а цель что мы можем выйти попытаться хотя бы в стыковые матчи и мы тренировались мы ждали все и когда сказали что чемпионат заканчивается вот это угнетало потому что была какая-то незаконченная задача и все прекрасно понимали что в турции мы работали на износ и достаточно долго это все происходило но свершилось так закончили учил так случилось да но признаюсь честно закончился раньше времени чемпионат но то чувствовал что вы команда что вы могли добиться большего могли идти до конца и вот как раз заговорил о турции то что там была подготовка и то что вы прям не отдали все на поле то что хотели в этой половине сезона возможно была какая-то другая задача задача мы готовились к нижнему новгороду потому что знали что это будет решающая игра нам нельзя было терять очки плане что либо одно очко либо три и мы не проиграли мы сыграли на 0 на выезде потому что я считаю что новгород все равно хорошая команда на комбо на месте на тот момент не было мы сыграли 00 и дальше у нас были домашние игры по моему кроме после луча и мы должны были брать 12 очков как минимум в этих четырех играх не знаю было печально это все то что так закончилось все и смотрели как принимали решение выходят хинки или нет будут стыковые матчи или нет мы рассчитывали значит на четверку точно турция в общем угнетала это не определенность который еще потом дальше продолжалось ну хорошо давай тогда теперь перейдем же к историям как же виталий заметил у тебя такая богатая биография но все мы знаем что родом из колпина как александр панов вот когда-то начал заниматься футболом кто-то из местных тренеров рассказывал о нем кто-то ставил его в пример и вообще вот ты будучи там мальчиком был знаком с таким футболистом знал для него пина это вообще но для для этого города легенда так стать его там все знают вообще то есть на карте на футбольный там александр панов никого лицо на самом деле я до 12 лет очень мало смотрел футбол я не расценивал это как я не знаю дальнейшем какой-то заработок или профессиональная карьера я просто играл во дворе в 10 лет я пошел уже в школу футбольную так как тренер меня заметил на школьном турнире и потом естественно когда я начал ездить город я начал узнавать о колпинской ракете его так называли видимо и колпинская ракета панов но я естественно прогуглил как это все было но так сильно не углублялся а не родилось что это легенда для колпина сто процентов но даже для я просто думаю когда вбиваешь александр панов там первое что выпадает от стады франц 99 год 2 3 со сборной франции никогда такого не выпадал эти запросы и мне кажется сейчас больше выпадает александр панов неожиданно болельщик спартака да и мы же игрок зенита и игрок любительской футбольной лиги но вот у нас дальше продолжение твоего твоей родины такой вопрос от нашего подписчика он спрашивает что лучше иметь дом в колпино или на берегу балтийского моря чем можно сравнить дом в колпино однозначно так вот потому что это родина это мои стены я там набираюсь энергии все время когда я приезжал с чехии с той же франции какие-то проблемы в жизни есть квартира где я рос я эту квартиру никогда не продам ничего с ней не сделаю это точно моя стена и я там набираю стил я не летал иногда когда был отпуск на море или так далее потому что хотел просто побыть дома я находился полгода в чехии я возвращался не видел по полгода семью родителей братьев и друзей а тут приезжаешь и никакой море уникальный футболист потому что знаю знаю многие готовы как только пауза там доминикана еще куда-нибудь под пальмой а ты в колпино но ведь подожди ни для кого не секрет что это вообще на городок еще и с такой криминальной славой и но частенько поговорили за это может как еще там новокузнецкий или в кемерово да что если не в спорту а то есть там городкам легко можно было попасть у тебя там не было такой в этой ситуации пограничной если бы не футбол то вот бабаха да много всего было на самом деле вспоминаю это детство и у меня брат на год старше меня всего лишь и когда ты растешь в такой среде что у тебя под плечом я не знаю есть человек с которым ты все время время проводишь вместе у тебя есть друзья тоже с которыми вы ходите в школу мы ходили с ним в одну школу и как бы это все так протекала были и понятное дело что я видел наркотики и мне это попадало в руки и как бы я не знаю сколько бы мне мама не говорила об этом обо всем но я не хотел этого но это все равно попадала школе на улице так как я наверное поздно начал заниматься футболом в десять лет все равно даже после того как я начал ходить в школу футбольную что-то такое до 13 лет все равно происходило но и наверное продолжим о твоем от твоей родине да о твоем футбольном начале в местном ижорце когда ты там играл тренировался после уже попал в систему зенита вот что можешь сказать как вот находиться в системе такого для нашей страны это огромный клуб один из самых больших с не сам большого что-то чувствовал в таком юном возрасте башню не сносилось и голова не кружилась был в ижорце бах зенит вообще слушайте для меня это был такой период взросления я начал ездить город потому что добираться до базы от моего дома было около двух часов это был автобус это было метро плюс пешком и сколько у тебя по времени уходил добираться до базы два два с половиной часа это было ежедневная поезда каждый день но это не так страшно самое страшное началось когда я перешел туда в школу станции метро академическая площадь мужества когда мне надо было восемь часов появляться в школе я вставал в пять а приезжал домой в 12 в тот момент я не понимал на самом деле то есть ты спал по пять часов в день минимум а это был макс максимум еще если бы я там иногда делал уроки хорошо что у меня была понимающая мама и она как бы не сверлила мне голову она видела что я просто иду какой-то своей цели и у меня были жуткие синяки под глазами я не понимал на тот момент почему у меня иногда я просыпался просто звон в ушах и все это так проходило очень сложно на самом деле особенно зимой летом еще более-менее это было так солнце ты просыпаешься светло а когда ты просыпаешься до сих пор ночь и ты не высыпаешься у тебя нет сил и ты туда едешь или сложновато было тренироваться это я понимаю только сейчас но тут артем нас подоспел вопрос от нашего зрителя анатолия и сначала я бы хотел бы тебя знакомить с такой подводкой ты знаешь такое дмитрий силен для местных кто-то дмитрий силен это я так понимаю игрок с питера который был в балтике который я просто был балский который делал легендой балтики я что-то читал до его рыжая шевелюра это вообще как бы такой был неким мэм и бренд города и команды и вот просто анатолий задает такой вопрос не хотел бы ты стать повторить его путь питерец который стал для калининградцев своим слушайте я выбрал балтику приехав чехии сейчас потому что как я уже сказал во время того как начался карантин мы все верили что можем выйти и главная задача была сохранить тот состав который сейчас есть все люди практически остались два человека вроде только ушло остался тренер что немаловажно поэтому если мы сейчас сделаем прыгнем выше головы выйдем в рпл почему нет это же совсем другой уровень у нас прекрасный стадион прекрасный город мы одна команда в городе и прекрасная команда все может быть почему не сделать это как тот же зенит понятное дело у них другие условия другой город но у нас на данный момент я считаю что все растет в калининграде потому что я слышал переводим слова тем и так что да я готов стать легендой калининградской болтика да и кто-то подсмотрел в наши видимо заготовки перед эфиром и узнал про этот вопрос да давайте вернемся в ту молодую пору на твоего зенитовского время пребывания да но согласись на пробиться у вас но было практически нереально на твоей позиции играли такие монстры как ломбарс алвиш да ну то есть еще просто глыбы величины для тебя это что было такое знаешь некое взирание на на такой некий футбольный эверест либо все-таки попытка что-то впитать научиться поймать еще какие-то дополнительные для себя фишки и пытаться их освоить слушайте нам очень часто давали билеты на матч естественно лиги чемпионов на чемпионат я не помню вроде только на одну игру ходил зачастую ходил это с малага игра была когда был иска и просто лига чемпионов полный стадион был петровский тогда еще до старики это волшебное чувство ты подаешь мячи либо ты сидишь на трибуне и смотришь за этим всем понятное дело что ты питаешь это все в себя и ты хочешь вот это вот эту атмосферу у тебя там друзья и ты волей-неволей ты задумываешься о том что круто было бы здесь сыграть я очень скучаю на самом деле больше по атмосфере на петровском чем на новом стадионе это аура да на там понятное дело это новый стадион там закрывается крыша но даже когда болельщики кричат свои кричалки это не та атмосфера мне так кажется но смотреть было здорово за этим за всем но честно говоря я никогда не задумывался вот попаду в зенит тем более в таком возрасте я просто тренировался на тот момент и все это был недосып вот продолжу так вопрос виталия вопросом от нашего зрителя тут как раз замешано именно защитники то что виталий спросил алвиш ломберц такие звери играли в защите а сейчас в зенит переходит дэн лоурен который в англии у него это хоррор шоу называлась когда он играл футбол для россии это ну какой-то космический наверное уровень да и вот такой вопрос от нашего зрителя как вы относитесь к приобретению зенита ловрена и хотели бы сразиться с зенитом например в кубке а лучше в рпл заметили ну я тоже считаю что для зенита это хороший трансфер вообще для российского чемпионата человек все таки все равно и занял второе место на чемпионате мира играя в старте все игры и был финале лиги чемпионов он прошел я думаю то что не знаю у всех игроков происходят такие сдвиги год карьере никто не знает что у него происходило в жизни может у него был ребенок родился или что-то другое год-два для его возраста я думаю такой эмоциональный подъем у него был чемпионат мира второе место лига чемпионов финал победа англия и я думаю он же хорват я правильно да 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 просто может какой-то эмоциональный спад был в любом случае для него это новый вызов я думаю он будет себя хотеть показать во всей красе и я так понимаю что это будет лидер обороны сейчас иванович уходит ну или что так поэтому такой опытный игрок сто процентов пригодится ну конечно такой команды перехода в зенит я думаю что конечно мы часто вспоминаем таких монстров которые тоже нас играли и потом покинули россию и сейчас его приход это опять-таки некое повышение котировки ставки как бы уровня футбола в рпл давай вернемся опять-таки вот к этой позиции защитника да то все наши опять же вот на зрители и на подписчики спрашивают вот про твою позицию да комфортно тебе некомфортно но что иногда футболисты говорят там я вообще руку универсал я могу сыграть там и латерали я могу в центре сыграть там и все вот это уже все как бы там на веке твои которую ты кстати любишь и готов именно этой позиции как бы себя там доводить до совершенства да либо все таки как бы вот тебя поставили на эту позицию и ты иногда кусаешь локти да я бы лучше нам в атаке я там штук по десять забивал бы был бы там звездой был сам вместе слушайте у игоряча я так понял что нет определенной позиции у игроков на поле потому что защитник делает очень много функций и он и подбирает состав чтобы игрок мог играть например моя позиция центральный защитник чтоб я мог играть справа в защите в опорной зоне я так и играл в принципе играл справа в защите в опорной зоне поэтому не знаю мне нравится играть центральным защитникам естественно с моим ростом и скоростью не знаю умением отбирать выигрывать единоборства вы верховые но когда я играл справа в защите мне тоже понравилось да без разницы когда играешь такой команде на самом деле в такой главной основе главное играть главное играть игоряч на бровке тебе подскажет если что но доброго и начнется в голове моторчик работ но вот как раз об игре в защите допустим у нас в россии как заведено во многом если ты играешь защитнику то тебе часто говорят не обостряй еще что-то играй поперек ты как воспитывался можно сказать не в россии уже такой европейском футболе до взрослые такое образование футбольное получал в той же чехии вот там как к этому относится вот и играешь центрального защитника там может быть если ты обострил но не получилось и тебе напихают как говорится в раздевалке или нет тебе скажут но не получилось как не получилось давайте этот работ я был удивлен когда приехал туда в чех я приехал в ю 19 возраст и у нас была задача всегда выигрывать без разницы какой футбол я имею ввиду уже на молодежном уровне у меня был тренеров колпина вот вы жорцы когда я занимался там игра была поставлена чтобы мы контролировали мяч контролирую или игру и иногда результате забывали потом когда стали постарше пришли какие-то новые тренера более уже старая школа называется они давай давай накачивали нас надо победить без разницы футбол и беги а когда я приехал туда меня удивило что они вообще не делали акцент поражение победа им важно было составляющего вот этого футбола качество футбола им без разницы было привык везешь ты себе 20 раз за игру или как они просто говорили пробуем 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 потому что на тренировках мы отрабатывали чемпионат и 19 не так важен как подготовка игроков для первой команды все таки надо оставился в главу угла дается надо было научить просто чтоб будущем придет новый тренер какой-то скажет по-другому играть но чтобы он каждый такой своей сфере футбольный понимал что ему надо делать чтобы он мог достаточно быстро адаптироваться к новой тактике схеме поэтому я был вот от этого больше удивлен когда мы проигрывали я думал как так мы можем занять больше с нашим составом с нашими условиями потом когда я уже поговорил с тренером там спустя полгода он объяснил что для него для него материал важнее как мы играем мы еще вернемся к чехии потому что это достаточно большой твой пласт футбольный пусть еще и небольшой жизни да вот но у тебя был период который мог вообще круто повернуть твою футбольную историю до в 19 лет оказаться во франции на просмотре сена даже 18 лазурное побережье что не сложилось почему не получилось не сказать что не сложилось мне исполнилось 18 лет у меня были экзамены в школе егэ и между этим периодом подвернулся шанс вообще до этого если еще вернуться назад был турнир гранаткина после него я поехал на просмотр в спартак кострома сильная команда спартак кострома зима снег лед на поле мы выходим тройные тренировки бег для меня это что-то новое я никогда столько не тренировался и тройная тренировка ты утром бегаешь холодно потом вторая тренировка ты идешь по льду кататься и потом 3 не знаю какой это зал или так далее я был еще очень худой на самом деле 18 лет около 75 килограмм это в чехии я уже набрал вес но добыл просто просмотр были игры мне предложили не красавида того тренера а я даже не помню это это было я забыл это как страна мне предложили контракт на пять лет зарплаты 15 тысяч и сказали что давай ты год поиграешь дубля мы посмотрим как ты прогрессируешь и там сделаем уже дубль спартака из кострома и сразу переезжая фрагин мечтали я обернулся на этого все это мы разговаривали с тренером практически в такой же обстановке ттт я как бы сказал сразу спасибо большое но скорее всего меня условия в толпина были намного лучше чем здесь вот я вернулся обратно в толст на дубль и потом просто у меня было на ютюбе видео какое-то которое сделали моим нарезку голов передач на таком уровне как где-то на полный красавчик и все и сразу да по-другому это видео не делает никто никто не будет делать свои ошибки но это не я делал это просто сделал человек который относился к зениту вот это видео мне помог отослать разослать точнее в разные клубы друг мой мы с ним познакомились после турнира гранаткина и как он сказал около тысячи клубов разослал вот это видео просто заявку что давайте организуем просмотр и мы заплатим за билеты все сами но просто что игрок пьет вы его посмотрите и из тысячи клубов ответили только 3 к на во франции два клуба из чехии вот я поехал во францию недельный просмотр но он был странный для меня потому что там не было ни одной игры мы просто тренировались и я так понимаю у них тогда закончился сезон это был такой просто тренировки ради тренировки я заселился в интернат их не где они все жили для меня это было естественно ново я в первый раз практически в одиночку поехал в другую страну вид просто шикарный у меня глаза вот так вот пояса благо фуда горе но не сказать что я такой начал смотреть у меня все равно в голове было что я приехал на просмотр между тренировками можно было погулять тем более тот друг старше меня и у него голова на плечах у меня держал он так мою голову сто процентов держала потому что я приехал вот так ничего себе и как проходил просмотр я потренировался 7 дней мы сели тоже странно там очень мало людей которые разговаривают на английском даже все-таки все французы мы нашли человек который разговаривает на английском я прожил 7 дней в интернате и он сказал что давай ты приходишь к нам на полгода без контракта мы смотрим на твой прогресс как ты будешь прогрессировать и если за полгода прогресс происходит мы типа мы с тобой подписываем контракт я естественно сказал что хорошо я подумаю мне надо все равно из мамы посоветоваться и как для нее был шок что я лечу в другую страну 18 лет она тряслась там вот новый человек игорь его зовут и она там данные о нем собирала говорит то что вдруг какой-то маньяк отвезет наркотики все такое вот и сказали что это будет полгода я позвонил ей она сказала что но глупо было бы оставаться когда тебе не платят никакие деньги потому что все равно мне нужны вещи какие-то еда параллельно не только на базе а что-то такое куда-то сходить тоже кино и так далее я сказал что около недели на раздумья я вернулся домой и так подвернулся шанс чехии на просмотр я поехал туда там было около 30 людей на просмотре с разных стран бельгия китай уругвай вот и там были игры каждый день в чем отличие было от франции я приехал каждый день были и это был твой шанс да я очень хотел чтобы были игры потому что в тренировках ты можешь что-то получиться что-то нет все равно ты как-то вникаешь структуру игры потому что в россии большинстве клубов ты приходишь ты понимаешь что будет а там у каждого есть своя манера во франции это был атакующий стиль там не было акцента на обороне в чехии же наоборот все смотрели хотели защитника моего роста но мне сказали что у меня маленький вес и мне надо было за полгода набрать около 8 килограмм там мне сказали поставили эту задачу я приехал туда мы отыграли оставили из 30 человеку 2 меня и бельгийца и подписали контракт на год 1 плюс 4 это было вот и вот через полгода сказали что он отправлялся домой потому что такой расхляпанный был немножко но я набрал масса ушел плотненько и восьмерочка прилетела как надо чихи это у нас сегодня вообще такой огромный блок это у артем такой кусок биографии но сейчас и болельщики спрашивать на самом деле и мне вот очень интересно ждем комментарии по эпизоду старпеда что такое было и что сказал игоревич просто я помню эти танцы перед вратарем ты его сбивал и после этого мы забиваем гол как вот это куда вообще эта фишка пришла это то же самое это было в чехии в чемпионате чехия что был тренер куритар первый тренер моего там в чехии в первой команде и он ставил игрока потому что это не запрещено по правилам только если будет офсайд ну игрока и он провоцировал вратаря ну и в одном из матчей вратарь психанул противника зарядил ему в лобешник получил красное мы остались в большинстве как-то так не знаю это так щелкнуло в игре с торпеда потому что действительно игра была уже боевая подготовка что надо на самом деле было похоже на чемпионат торпеда не хотела проиграть и за что им большое уважение потому что некоторые матчи мы играли против того же динамо пацаны уже сдались понимали что у них и сил нету видимо что мы их замотали а с торпеда битва было прикольно и просто произошел такой момент потому что надо было что-то как-то его вывести наверное из себя слишком уверенно он себя чувствовал то я подошел ничего ему не говорил просто мешал ему поставить стенку кузи и макар тогда были у мяча они сказали что смотрели на стенку стенка была вот там где-то а ворота вот они такие чё серьезно ну и как-то с того стандарта получилось забить после игры игре ческал просто что товарищеская игра ничего страшного но это в чемпионате не надо делать я с ним полностью салки карточка прилетел сразу до мнения просто поэтическим соображением то что мы играем в футбол мы когда он искал понятно он да и сам не был не был против такого чего-то потому что творческие игры все можно попробовать но в чемпионате я бы сам понимаю что я этого не сделал и у нас такая команды я думаю культурнее всего этого согласен особенно как игорьич там кричал с бровки все было как в официальных играх вот тогда вот это был вопрос у нас от болельщика и что у нас продолжаем чешскую тему да давай еще поговорим вернемся да все нужно сложилось во франции как бы ты оказался в чехе да но все равно как ни крути это европейская страна ты еще молодой пацан совсем зеленый да то есть вот и процесс адаптации языковой барьер до чужая обстановка вообще когда ты почувствовал себя там более-менее комфортно то есть не за границей условно говоря в команде и произошел ли вообще такой момент либо ты всегда чувствовал себя там иностранцем ну да я думаю у всех людей которые приезжают кроме англии чемпионата вот таких топ не знаю топ-2 каких ничем одну в основном в англии все чувствуют что они легионеры потому что и в россии я думаю приезжают прекрасно понимают это все а там я начал чувствовать себя спокойно как начал разговаривать на чешском потому что я и на английском вообще не говорил у меня в школе я рассказал я учился в школе и я никогда не думал что я куда-то полечу что но на самом деле футбол ты не так сильно расценивал что это будет мой заработок хлеб что я буду там обеспечивать свою семью и я поехал туда понятно дело после франции немножко было легче в этом во всем но как я остался там один абсолютно вот начал жить я подписал контракт я понял что надо идти учить язык сто процентов я пошел в школу на курсы точнее там были тоже люди из разных стран не футболисты это были учителя математики там иностранных языков тоже уругвайцы были пара гвайцы и мы ходили такой группой они были старше меня все естественно учили и это было классно потому что это было с английского на чешский и дома мы делали домашнее задание тоже английский чешский чешский английский и так я подтянул и английский и чешский разговаривать я начал через полгода это произошло как то у нас была пауза все полгода я там прожил ни разу домой хорошо что не слетал потому что скорее всего у меня могло это расслабить что я слетал бы домой блин тут так классно тут семья но нет и продержался эти полгода была задача вот я вернулся домой видимо в голове это все улеглось я вернулся туда и как-то не замечая сам начал разговаривать просто строить предложение все правильно было но письменной точки зрения это было немного плохо я не мог написать по цапе там сообщения банальные переводчик все равно он переводит как-то по странному когда я уже начал научился писать правильно я смотрел то что блин какой я предписал просто там куда-то хотел узнать во сколько тренировка писал ну что идем и как бы через полгода допустим сейчас что-то на чешском то можешь сказать мы сейчас находимся в баре принесите мне кружечку светлого для игры что такое светлое и я тоже не знаю и мы спортом все занимаемся но просто вот скажи миска мамы подкаст тариф третного бару будем и митняки разговор об их то было всех на слушная а будем иметь просто не а китаре и пла а пиво воду сейчас на немножко не то период я сказал что сегодня мы сегодня мы догадались до сидим в баре дредноут у нас подкаст и мы можем заказать себе воду пиво воду и какую-то еду банально ну я думаю чехи вы поняли как родной красивый язык славянный привет да и вот что-то начали говорить я вспомнил про татуировки вот это такая понятное дело что мода не только у молодежи футболист это вообще я помню там много футболистов полностью забиты у тебя я вот часто читаю соцсети про твои звезды на локтях очень много шуток и прочее у тебя просто есть история с рабочей визой там есть такая история задержанием и тюрьмой вот можешь ей поделиться что там такое произошло это видимо твои какие-то колпинские штучки было так дело что я подошел к руководству клуба я сказал что у меня заканчивается моя туристическая виза мы не успели тогда еще сделать рабочую это на самом деле очень долгий процесс и так как я еще не был углублен в эту во всю тему я не знал что дни во франции считаются как той туристической визе что они идут в плюс я думал что в одной стране можно находиться 90 дней вроде и я пришел сказал это на 83 день и сказал что мне есть еще 7 дней чтобы улететь домой или получить визу оказывается в тот ровно в тот день у меня закончилась виза на следующий день мы поехали в полицию и там мне просто сказали это было утром мне сказали что у вас закончилась виза у меня благополучно одели наручники вот так назад депортировали все не они нет отвезли на их участок закрыли в камере забрали телефон забрали но все то что было в карманах ну вот я остался пока клуб решал эти проблемы долго это очень все было и по-моему не точно не помню на утро меня выпустили так где-то в часа четыре ночи это было что клуб договорился что мне еще можно 60 дней находиться как раз заканчивался чемпионат через 60 дней вот но было так я еще тогда не понимал ничего и как бы мне искали что проблема с визой я сижу без телефона без всего у меня и так интер с интернетом там проблема была это не как в россии я сидел как бы не понимал что происходит думал час два три в еду не приносили воды и я попросить не знаю как ты стеснялся потому что все равно еще воды попрошу мне наручник вот сюда как батарея я вот так сидел там если не знаю сколько времени чем все но понятное дело вот здесь те пяти точек нет на ладонях но чем все закончилось как бы тебя я успел на стене там ставить полосочки за первый час второй шучу конечно нет пришел просто руководитель клуба спортивный директор вроде и они внесли залог какой-то штраф вот поэтому мы поехали домой мне сказали всю ситуацию уже там приехала переводчица она мне на бумаге все написала почему как сколько вот через 60 дней я поехал домой и вот началась проблема самая большая за тот период в чехии что четыре месяца мне нельзя было въезжать в чехию из-за того что просрочил визу все так произошло и мне даже не подать документы было за 4 месяца и это была самая большая пауза еще больше чем карантин я тогда понимал что я привык тому образу жизни что мне надо было набирать вес и я кушал все что мне хотелось они так и говорили пусть это будет макдональдс без разницы главное чтобы ты набрал тебя видят в первой команде но надо чешский футбол он очень твердый вот и организм все время хотел без тренировок естественно больше 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 кушать и все равно тренировки это когда ты бегаешь один или с тренером я занимался индивидуально это немного другое чем ты с командой естественно я еще поднабрал так и в итоге лилограмма три нет слава богу что вот живота у меня вот такого никогда не было что он выбирал или что-то просто я это умеренно закачивал как-то старался это все ноги уходит вот четыре месяца я пробыл дома и такое подвешенное состояние было немного все задалбливали вопросами чего тебя выгнали абсолютно после двух месяцев никто не понимал да как могут быть какие-то проблемы с визой давно было можно решить писали вконтакте в том же инстаграме и близкие люди уже как-то понятное дело кроме семьи там друзья они говорили что блин ну это как-то очень долго ищешь другую команду это все каждый день складывала складывала складываясь в голове откладывалась у меня и ну вот вот эти разговоры наверно больше влияли что блин когда же это закончится я уже хочу они начинали чемпионат а я дома сидел как и в принципе в балтике произошла что я поссорился с клубом в чехии меня отстранили от первой команды от дубля мне не давали тренироваться просто и как бы я два месяца индивидуально занимался и приехал сюда когда был восьмой тур или 9 не то форма не те ноги что надо но потихонечку потихонечку было тоже тяжело помню первая игра с ленинградцем было 90 минут ноги начали сводить уже но потихонечку у нас есть хороший тренерский штаб нагрузили как на будем надеяться что больше про вас визами у тебя не будет но у тебя была еще одна тоже очень неприятная история уже с чисто футбольной точки зрения она к сожалению встречается у футболистов пожалуй самый неприятный профессиональная травма кресты разрыв крестообразных связок и для многих это проблема даже подчас бывает не сколько физиологической сколько психологической люди начинают испытывать боязнь стыков где-то беречь ноги вот лично для меня самый яркий пример это андрей пятницкий полузащитник московского спартака который после крестов так и не смог заиграть но и таких примеров достаточно много вот для тебя эта история как решалась как ты переступал но если говорить откровенно хорошо что эта травма произошла плохо что она вообще произошла но хорошо что она произошла в таком возрасте молодом еще да да потому что все равно 22 да было это до 22 года на это произошло буквально то совсем недавно и как бы я почувствовал футбол с другой стороны я смотрел я ходил на игры я понимал что я щас не буду тренироваться я не буду играть примерно около 6 8 месяцев я ходил начал анализировать чего мне до этого не хотелось никогда если честно и мне понравилось это дело я начал смотреть футбол уже полностью все игры потому что ты приходишь тренировок ты живешь другой стране и ты уже как бы такой уставший от футбола от всего не знаю вот так это после двух лет в чехии у меня вот так это происходило что я не хотел вообще смотреть футбол мне хотелось поразговаривать по фейстайм с семьей и все разговоры наверно вот вечером и приходил поэтому карантин для меня такой большой проблемой не был я сидел разговаривал дома кушал сам себе готовил научился готовить вот и как произошла эта травма я сразу же заехал к своему другу бразильцу там мы начали жить вместе потому что он прекрасно понял что мне нужна помощь я не смогу один дома находиться я и ходить не мог особо месяц уже вот анализировал игры понял немного по-другому футбол понял в чем мне надо прибавлять очень сильно и как бы для меня я думаю сыграл плюс понятное дело я там меня не отпускал клуб домой я это тоже не понимал почему я не могу улететь домой когда я могу там нанять себе какого-то физиотерапевта и позаниматься с ним они категорически были против и меня это тоже в голову как-то вошло я начал как-то отдыхать после игр там была традиция если ты выигрываешь ты можешь пропустить по три бокальчика пива никто тебе об этом не скажет но так как я не играл но им хотелось находиться в этой атмосфере в команде и не терять вот этот настрой все равно ты сидишь один дом и без тренировок на тренировке смысл ездить тоже особо не видел вот именно смотреть но так вот атмосфера и как-то вот тут уже начали лишние килограммчики но при такой травме тренер сказал что это не слишком страшно что это все уйдет все равно ты будешь начинать тренироваться бегать просто сложнее будет в это войти во все вот где-то на четвертый месяц я уже так подсел на правильное питание все как надо начал заниматься растягивать эту ногу полностью сложное время честно полгода но в итоге вышло 10 месяцев до вышел первую официальную игру и как бы беспокоило очень сильно колено честь и устроено так что у них страховка покрывает все абсолютно это очень большой плюс правда ты платишь я платил около за два года 120 тысяч рублей и так все люди платят просто у меня была страховка спорт плюс а у людей они платят 60 за два года без разницы спортсмен ты или обычный житель чехии и ты приходишь в аптеку ты показываешь просто страховой полюс забираешь любые таблетки и так далее я не платил ни за какую операцию все что мне надо было мне давать поэтому я не знаю россии скорее всего с этим очень сложно чтобы вот такое представить вот поддержка во время разрыва такого знаем что тогда был спортивный директор маркин кубовский когда у тебя была травма и он как раз решил с тобой вообще поделиться как он восстанавливался что происходило с ним и такая немножко тоже на полу грустная история но вроде бы с такой с концом как в черной комедии что вообще как он тебе сказал как с этим бороться что делать мы с ним познакомились во первых он просто пришел в клуб он стал спортивным директором вот природе а ты знал кто это когда он приключил сильно как бы я и не знал кто такой барыш я говорю что футбол особо не смотрел и как бы когда туда попадаешь в эту атмосферу и тебе говорят ну вот паров и ты начинаешь гуглить и ты такой моё как вы серьезно мой любимый футбольный фильм гол и он там участвует как бы так я когда пересматривал в чехии такой да не может быть я вот так хватался за лицо и думаю да ладно и когда ты начинаешь полностью осознавать с кем ты играешь и тренируешься янкловский тоже с нами тренировался вот познакомились мы так что он пришел спорт директором но тренировался с нами иногда когда там надо было для 11 на 11 народу не хватало хороший парни все равно был и он подошел видел что я еще не тренируюсь и хотел меня поддержать мы вышли с ним на поле лето было сборы в австрии и он не говорит такую историю вот я в милане тоже получил травму крестообразных связок и понимал что я уже хочу что-то другое хочу вернуться домой вернулся в свой родной клуб банник это было на седьмой месяц он вернулся и начинался чемпионат ему говорили доктора в чехии что еще слишком рано пытались сказали что уже можно потихонечку можно играть но он сказал что он полностью здоров и вот он мне это рассказывает я был полностью здоров я так думал но в чехии доктора говорили что пока не надо вот я выхожу на поле 7 минута я снова рву эту связку и он стоит смотрит на меня ему стало грустно и видимо и он мне говорит знаешь я хотел тебя подбодрить что-то не вышло это не очень да я смотрю на него я вас открытым потом все равно слушаю эту историю грустная она печальная но я такой смотрю и типа со мной генковский разговаривает и я потом задумался говорю да марик не очень веселая но ничего ну тогда продолжим по легендарным личностям да то есть ты про барыша сказал уже милун это конечно вообще особая история человек легенда на самом деле да вот еще одна там была уникальная с ним история причем он сам не играл в этом матче да но удается заработать красную карточку со слави это был финал кубка мы с ним тогда сидели на замене и поставили пенальти в нашего рота уже тогда был вар в чехии в россии еще вроде не было но они не переговаривали в наушник себе какие-то решения так вот поставили пенальти барыш не был согласен говорил иди посмотри в экран иди посмотри в экран тот по моему дал ему желтую сначала просто славя забила пенальти и он пошел ударил щит который вот скамейку нас прозрачная штука это он ударил и разбил ее как бы прямая до красная карточка сразу по сути по моему он говорил что это должна была быть его последняя игра что все все равно рассчитывали что он выйдет там на 20-30 минут финал кубка все может быть 10 всего лишь проиграем может поменяться все но вот он в первом тайме ушел видимо так команду надломил это да мы все знали характер его как бы вспыльчивый но я думаю это прекрасно помогало ему в его карьере он давал этот импульс тем самым возможно он понимал что много пользы против той слави который играет в лиге чемпионов который играет 11 с интером на выезде и прекрасно понимал что скорее всего сложно будет что-то ему выйти и там перейдь поэтому он просто дал импульс что давайте для меня это было так я сидел смотрел на него и я заряжался от того как он разговаривает что он сделал и сразу началась другая игра на самом деле пошли подкатики любимые все вот это жесткая игра но в итоге все равно попали 0-2 0-2 до попали но славе честно в то время очень сложно очень славы построили так игру с тем тренером душевский класс вот возвращаясь к теме вар по сути которая решила может быть исход как раз этого матча за еврокубки для тебя вообще вар это какое-то это исцеление футбола или вообще это наоборот как многие говорят даже тренера высказывает что это просто убийство футбола это все то есть мы раньше всегда играли все было здорово либо для тебя это какое-то усовершенствование и тебе наоборот нравится что какие-то вещи принимаются по правилам но кто-то может быть не так этим пользуется допустим я разную страну в россии наверно не так да не только в россии сложно упрекать одну страну просто сейчас все только и пишет там о спартаке о том что что такие решения неправильные так далее я не задумывался сильно об этом и как бы не знаю по мне так наверное убивает эти длинные паузы ты теряешь ринг и ждешь какое-то решение особенно когда это происходит там за 10 минут раз пять и не знаю если бы все намного быстрее было раз посмотрел эпизод но как-то не очень сильно затягивают даже сейчас был зенит спартак можно было все намного быстрее тот гол живо посмотрел повтор они его смотрели крутили туда-обратно ясно что было в сайт и но вот то что в последнем не знаю очень все долго и это не нравится хорошо что в пнл такого нет наверное пока что не в чехии мы играли когда только вели все это срабатывало все втягивались в это история с миланом еще с той же славей мы играли я после 10 месяцев вернулся в футбол у меня первая игра была против слави меня поставили в опорную зону полузащитникам и у меня был страх что не хватит меня даже я не знаю на 50 минут потому что как славе держала мяч ну фантастика для чешской лиги вот и поставили в опорную зону 15 минута вар удаление барыша за то что он сыграл локтем и видимо в том моменте барыш вспомнил финале кубка что они там смотрели эпизод неоднозначно вообще которые просто там они минут пять его туда-обратно как он играл не играл локтем здесь они даже не пошли смотреть пенальти хотя при пенальти должны смотреть хотя бы там минутку какую-нибудь быстро вот вот наверное опять не будем отходить уже от барыша 7 история когда он заканчивал карьеру так сказать в кавычках и стал с футболками какая давалось да 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 как был легендой стал еще если можно сказать более мощной легенды чешского футбола вот что то что за история была вообще и все мы как понимаем что барыш такой был балагур и принимал решение в итоге то он ушел в этом году все-таки уже официально а в том году после славе я думаю его немного подкосила та мысль что он хочет уйти потому что закончился сезон в игре со славой славе в финале кубка и был гала вечер где награждали лучший защитник нападающие тому подобное и одна награда у него была это символ чешской лиги или ну как-то так икона чешской лиги и он получил эту награду он один день отдохнул от футбола и он стоит с этой статуэткой вот так на сцене и ему говорят это правда что вы хотите закончить футболом он уже сделал официальное заявление вроде в клубе это написали об этом что последняя игра барыша в футболке разлетались я сам все забрал тоже с его подписью и он стоит с этой статуэткой это так смешно было зная его просто как он себя ведет в раздевалке и так далее он стоит с глазами такими смотрит вниз и говорит что знаете я провел один день с семьей дома отдохнул и понимаю что нет я не готов и как бы еще вернулась и мы такие ну окей это же милан еще одну личность хотелось бы вспомнить которая кстати тоже объединяет и чешский футбол и зенит это конечно же властимил патражало человек уникальный по разным точкам зрения но давай сначала коснемся его работы как специалисты как футбольного тренера да вот твое впечатление о нем как а наставники как футбольном тренере слушайте он пришел в команду я уже тогда был в первой команде и через полгода пришел он у нас поменялось полностью руководство директор спортивный директор тренер вообще философия клуба поменялась полностью как бы я рад что прожил это все три этапа в чехии прожил в баннике и разный ветер был от этого всего но вот он пришел первая тренировка тоже на снегу и он увидел что русский есть команде посмотрел на меня и после первой тренировки газете дал интервью вот такой был абзац что этот русский мне не нужен это было вот первая наша встреча и первый раз мы с ним поговорили уже на повышенных тонах немного я пришел с этой газетой положил ему на стол мы с ним начали общаться и как бы видимо в тот момент он понял что я настроен серьезно что у тебя есть характер ну да я пришел просто не стал сидеть выжидать чего-то в тот же день как газета попала мне я пришел к нему положил на стол и говорил почему он говорит этот газете не может сказать это лично а потом может сказать газете потому что все равно мне тогда было 19 лет и репутацию так используется сразу на ходу понятно дело наверно тоже таким заявлением вот власт и вернулся вот и мы с ним начали общаться за тот момент я говорил минут двадцать искал только два слова как бы он меня слушал слушал смотрел на меня вот так вот уже начал смотреть слушать как бы потом вот так кофе начал мешать в планшете ты посидел но он говорил то что то есть 15 дней чтобы найти новую команду как бы сказал то что это было его последний я ушел тренировался в баннике искал клуб хотелось понятное дело что из высшей лиги какой-то и был вариант с опавой но это так просто вариант не знаю сошлось бы или нет все равно пола это как смит спартак там это derby забрасывание автобусов асинами томат болельщики не простили вы тебе переходы но меня и так не знали что 19 лет я ни одной игры еще не провел поэтому это только внутренне что-то очень хотела так все равно есть что в футболе чего нельзя нарушать ну в общем он сказал это все и я тренируюсь понимаю что сложно найти в клуб без статистики какой-либо только в дубле и проходит 13 дней мы ни слова мы не здоровались не говорили друг друга ни слова но я тренировался и вот на 13 день мы тренируемся я играю защите уже это была первая сторонний игра и он начал меня хвалить как бы в игре а все знали что у нас скандал с ним и что мы не общаемся и как когда он не в первый раз похвалил моя команда там три человека повернулась серьезно с тобой разговаривает и с того момента да я подошел к нему тоже сам кабинет сказал что тренер мне сложно найти в команду а в россии я не хочу возвращаться вот и он сказал что мне нравится как ты отдаешься мне нравится что после того разговора ты не повесил нос не начал там гинать сами знаете что и как бы ему понравилось видимо мое отношение но я немного изменился время я просто начал тренироваться с мыслями что мне надо подготовиться другой команде поэтому тренировался тренировался так сложилось что ласт поменял свое решение небольшое чтобы я остался но он сказал мне что играть этот сезон не будешь все равно остался при своем мнении короче ну пинать что ты можешь тут говорить по-чешски все равно мы тебя не поймем но про петерджелло у него же вообще он такой скандальный тренер и с ним есть разные истории одна из них что он но он отошел от своей темы все таки начался чемпионат мы сыграли первую игру барыш играл в младе болеслав и он забил два гола в один мы проиграли я на ту игру вообще не поехал не был заявки и на следующую игру мы играли дома и он не был довольны центральными защитниками он дал мне шанс как бы и мы выиграли 3-0 это была первая игра в большом футболе сделал власты и выиграли 3-0 у сильного соперника как бы для меня это было полный стадион у банника великолепные фанаты славия спарта и банник вот топ-3 где заполняется практически полностью стадион пятнадцать тысяч первая моя игра и для меня это вот так и лист углевали все и на 0 в обороне 0 в обороне для меня это было самое важное 0 в обороне и мы его алика тема сорян да я был не прав но вот после игры он сказал что если бы не тот центральный защитник мы вы так не сыграли да все равно он держал везде это очень помогало на самом деле ты такой если вы первую игру я бы наверное знали себя в том возрасте 30 и возможно бы если бы он сказал да красавчик я поменял свое решение ты молодец то возможно это но все я доказал все ему а так он держал везде и было очень прикольно ну про тяжелый характер патерджелла да мы знаем и еще про его так сказать сюда интересные там поступки в частности с машинами там с казино это вообще как бы тоже такая притчевый изызых это как-то в клубе обсуждалось вообще была страшная история с одной из машин он вроде разбил всего 5 всего для него всего причем машины были ягуар вот клубные которые выдавали кар бритиш и был ягуар бмв и так далее хорошие машины так он власта он должен был ездить на хорошей машине и вот одна из машин он ехал с дома с либери в белом ягуаре своем и мы читаем что в новостях по дороге домой точнее это мы потом узнали что это власть по дороге точнее домой в острову там написано было что машины ягуар полностью смятки человека доставали через крышу обычно это как минимум но ближе к смерти переломан и весь при не должен вот он приезжает его забрал кто-то он приезжает на тренировку без царапин без всего мы не знали что это он и после тренировки нам второй тренер сказал что это был власта фотки были ужасные реально машина смята со всех сторон вот такая дыра в крыше его доставали да и он приехал потренировал нас посмеялся ничего для него не произошло страшного и в этом и есть на весь власта такое для его возраста это тот тренер почему он наверно был на хорошем счете потому что он что-то свое давал он был заряжен и у него такой максимализм был очень высокий наверное последний у нас будет вопрос про барыш я уже изучил все его биографию да есть конечно такая история что в баннике за четыре победы подряд потом была какая-то пивная вечеринка и барыш на ней зависал мягко говоря лучше всех понимаю что в балтике такого точно быть не может но что творилось на таких тусовках и вообще нормально ли это что для европейского клуба четыре победы просто мужики собрались выпили пиво отдохнули все начали новую но это было по большому счету это было после каждой игры просто в умеренном количестве потому что для них пиво это они говорят вода ничего особенного в этом нет все прекрасно понимали что они могут выпить пиво после победы но на следующий день уже начинается работа и профессионализм все равно присутствовал другой немного менталитет я считаю чем в россии вот и до после четырех можно было уходить улетать что угодно делать куда-то там тебя находили фотографии благо что болельщики они тоже адекватные все в чехии любят пиво и как бы они когда видели нас всех на одной улице они подходили фотографировались там парили даже когда ты проиграл все равно было все адекватно но и были конечно персонажи которые встречаешь сидячие дома вот которые вот как вы играете вам за что платят деньги бла-бла-бла и кому-то били по лицу у нас команда была боевая и в ответ к ему сразу прилетала с трех сторон вот так не знаю для меня я думаю для командного духа это намного больше раскрепощает нас и мы знаем уже друг от друга намного больше и это вся атмосфера ты сидишь за большим столом он идет до бесконечности как будто там это пиво льется рекой и как бы ну я посмотрел на это все с другой точки зрения в россии говорили вот нельзя пить даже понятное дело как ты это делаешь так наши игроки которые сами знаете кто монако и так далее это делает так в открытую и выставляю фотографии в соцсети либо это делать просто своей атмосфере все прекрасно все понимали там в этом есть окажется разница в менталитете там все понимают здесь на это смотреть боже мой кстати хорошая тема менталитета я предлагаю красной давай уже может его переходить как бы вот этой завершающей части к российского футбола в балтике через персоны двух футболистов которые поиграли в чехии а сейчас приехали играть в россию то есть мы говорим про камличенко мы говорим про караваева да да то есть караваев он как был топ он и принципе приехал на такой уровень я не могу так судить но для меня тот же показатель камличенко он очень много отыграл в сезоне перед переходом в динамо он забил просто фургон мячей и тут он приезжает в динамо и и просто по сути игрок средней руки у меня вопрос в том что либо такой чемпионат у нас что он закрывается и то что в чехии играют без обороны либо это говорит об уровне потому что один раз ты конечно упомянул что чешская высшая лига ничем не уступает рпл когда спарта сыграл 22 конечно может быть и третий вариант что просто мужиком личенко попал не свою команду как бы тоже такой ситуации вообще очень просто жила об этом и дома я с ним все равно общаюсь как бы какой-то контакт мы поддерживаем не сказать что друзья но как-то переписываемся и все прекрасно понимают как динамо все это происходит и попади он в другой клуб возможно все равно нельзя забывать про адаптацию ты приезжаешь где ты забиваешь пургон голов и раз матч не получился 2 или как бы голове у нападающего наверное по-другому это все играет свою роль тем более российский чемпионат все-таки динамо это я думаю топ-5 в чехии сто процентов и не знаю может быть для него тоже там какие-то запреты потому что в балтику я приехал тут много всего чего запрещают что не запрещали в чехии и кто знает какая атмосфера сейчас в динамо там может им что-то запрещают может он привык другому образу жизни немного может много-много факторов посмотрим вот сейчас сезон начнется адаптация думаю год это нормально с другой стороны все равно с другого менталитета если бы он перешел из россии в россию то можно было уже оценивать как что-то такое все равно для нападающего я играл против него достаточно сильный не знаю в слабые стороны он и забивает штрафной зверюга ростом зверь единоборствах спину ставит зверь поэтому я думаю что уже показательно будет эта часть чемпионата возобновления да то есть как он там проявить себе там будет ли уставить да и по сути мы просто пришли к тому что это не говорит ни о каком ни об уровне чем я об уровне игрока чехии россии дано я все-таки хотя бы напомнить что у нас есть отдельный призы в том числе вопрос зрителей вот хотел бы сейчас немножко отвлечься как бы много в футболе говорили а вот тем ты вот у тебя был период когда там ушел себя как бы там самоанализ как бы такие вещи часто спрашивают вообще надо ли человеку футболисту образование да то есть вот у него как бы есть достаточно хорошая работа то есть хорошо деньги там получает да вот надо ли мы все вот у нас девушка написал диана так как это вообще вот как вы артем считаете футболист с высшим образованием это нормально это вообще как бы молодежи надо к этому стремиться вот на твой взгляд я за себя могу сказать что когда я понял что я буду уезжать я не хочу не хотел голове себе ставить какие-то рамки чтобы уехать в чехию со свободной головой что мне здесь надо какие-то анализы поступления и так далее я сдал два экзамена русский математику чтобы ко мне со стороны мамы и из нервы и тези когда что я не могу поступить извините моя точка зрения тогда было потому что если бы я пошел я пошел на условного тренера сейчас я понимаю что навряд ли бы я хотел бы учиться вот по специальности мне все равно я хочу развиваться в других направлениях в том что не знаю бизнесе чем-то другом но в спорте и так много и думаю что если будет хорошая карьера то получить профессию категорию про и так далее ты можешь вот отучиться тот как это и делают тренера все сейчас тогда я думал что наверное это правильное мнение было мое чтобы я не засорялся голову в другой стране думал только футболе на тот момент я думал это правильно сейчас вот тебя я понимаю что все равно у меня есть люди которые мне помогают распределять мои деньги куда-то вкладывать за что естественно это и мама это вот игорь мой друг и они старше меня и они мне подскажут я прислушиваюсь понятное дело хочется купить себе квартиру хочется не квартиру машину что-то такое что не очень-то значимое на самом деле сейчас немного в другое деньги вкладываться и хочется просто самому понять уже научиться как-то я думаю об образовании чтоб поступать проблема в том что у нас нет столько времени в футболе чтобы я мог вернуться сдать егэ потому что сейчас два года только действует егэ я сдавал 6 лет назад поэтому у меня нет столько времени возможно в калининграде сейчас получится творится как-нибудь я думаю что ответ получен да и принципе перейдем же к последней части нашего подкаста это твой переход в балтскую и как можно сказать с возвращением и вопрос у нас от пользователя понравился тебе твоя презентация симпсона вот это видео как у нас пресс-служба сработала то есть ты же ушел и потом вернулся но я посмеялся я скидывал естественно сразу же в инстаграме скинул друзьям они немного не поняли потом когда увидели чешский флаг и так далее но было смешно я честно в тот момент когда увидел меня латышонок показал после тренировки задрот телефоны и показал мне я посмеялся просто немного это рано все было но нужно было так все таки мы же все стремимся работать как европейские клубы и уже продолжаем балтику ты вернулся и вот у нас все знают в россии про нашего самобытного специалиста евгения игоряча вот ты поработал с ним год и сейчас вернулся что вот можешь сказать как он что он тебе дал допустим как что ты от него черпаешь какие-то эмоции футбольные что-то он тебе дает как вести себя но так как у меня заканчивался контракт балтики и мы с ним поддерживали связь на карантине естественно я общался с ним как это будет дальше проходить я должен возвращаться в чехию и я бы хотел просто я ему сказал что хотел бы остаться в клубе и руководство мне сказала что все хотят чтобы я остался в клубе поэтому в чехии написал письмо то было бы лучше если бы я перешел и желательно чтобы это было балтика скорее всего потому что о том о чем мы поговорили с игре чем на карантине и обсуждали разные темы обсуждали с руководством разные темы то для меня я думаю это идеальный вариант это может быть трамплин все равно я считаю что я свою миссию в европе не выполнил я буду стремиться еще уехать туда другой чемпионат не чешский и балтика условия что мы можем выйти что у нас отличные условия и уже в мозгу эту идею себе вы заразились этой идеей все прекрасно понимают наши цели мы не хотим об этом разговаривать в раздевалке потому что все об этом и так люди на улицах руководство руководство естественно может сказать какие-нибудь заявления в прессе и так далее но вот мы просто заразились и мы к этому идем мы правильно питаемся мы приезжаем у нас нету жировой у практически всего состава понятное дело есть исключение какие-то у кого это намного быстрее набирается все им сложнее но это было два человека всего лишь после карантина представляете что такая большая большая пауза все следили за питанием все отчитывались о весе своем о том как они себя чувствуют как бы это сплотило все все захотели остаться абсолютно ни у кого не было желания уехать то уехал они наверное понимали что они мало играют и как мы будем идти просто к своей цели не сказать что это мечта я думаю это просто вполне осуществимо все для нашего коллектива если мы будем придерживаться того как это все сейчас происходит я думаю что более чем развернутое мы сегодня получили интервью и ты знаешь вот еще тут был один вопрос нужен артем на него ответил же по ходу нашей беседы то есть вот о менталитете общения со сми российских иностранных футболистов потому что все таки как бы вот то изложение которое мы сегодня услышали более чем развернутое говорит о том что все таки тема несмотря на российский корни проникся иностранным менталитетом плане общения со сми ну что финальный блиц да и будем подводить итоги тогда бегло коротко вопрос ответ что бы ты изменил своей карьере ничего не поехал бы в кострому вызов сборную или выход в пример лигу выход в пример лигу с балтики чешская или жигулевская москва или питер коротко что для тебя счастье чтобы мама была счастлива прекрасные слова сына ну что тем тебе огромное спасибо давайте теперь будем разбираться с подарками какой вопрос от наших зрителей тебе понравился больше всех могу пробежаться повторим и это пробегись пожалуйста допустим про торпеды про твой вот этот не отпадает про вышку про про выше образования но скорее всего да можно было бы еще развернуть развернуть этот ответ еще больше потому что все равно я считаю что футболист не знаю образование для меня это такая что вещь что ты просто получаешь какие-то знания от людей которые понятное дело в этой сфере давно и но ты также можешь учиться дома не знаю я приехал когда сюда я плотно сел на английский хотел заниматься и как бы саморазвитие должно присутствовать и любого человека ты должен читать книги ты должен развиваться ты должен контролировать свою речь как ты разговариваешь как ты ведешь себя для футболиста я думаю это очень важно потому что ты можешь вести себя в команде совершенно иначе там ты родной это твой дом но в разговорах со сми с людьми которые приближены к футболу это все надо контролировать и если ты не будешь саморазвиваться то очень сложно будет как-то ну вот зачастую как это было не знаю лет десять назад от футболиста слышишь мы сейчас посмотреть по крайней мере на нашу команду в балтике очень мало людей которые не умеют выражать свою точку зрения и как бы в этом и есть коллектив мы все как бы нас подобрали так я не знаю очень удачно подобрали чему я счастлив а по поводу учебы надо учиться я это сам понимаю потому что в россии без высшего образования потом тебе что-то будет сложно сделать кроме своего бизнеса я буду стремиться делать какой-то не знаю свой бизнес и так мы поздравляем диану вот так немногочисленная женская аудитория у нас сегодня оказалась счастливой и и вопрос про высшее образование соответственно тему выбирает и диана получает качестве награды она у нас получает абонемент эксклюзивный набор от футбольного клуба балтика и корабль специально от нашего партнера бара дредноут шикарно это еще не все это еще не все у нас будет еще один приз он будет разыграться на нашем youtube канале и мы сейчас просим у артема что же это будет за приз и что нужно будет сделать и какой вопрос от артема да это будет моя игровая футболка с последнего сезона в чехии в таком необычном цвете и мой вопрос будет такой какая была моя первая футбольная форма вообще в моей жизни и подсказка это был российский клуб топ-клуб из москвы и хотелось бы чтоб еще рассказали что за фамилия там было чтобы получить эту футболку чтобы выиграть в этом конкурсе вам нужно подписаться на наш youtube канал поставить лайк этому видео и написать в комментариях что это за футбол как клуб и соответственно и фамилия до игрока который донесена именно тот кто первый напишет клуб и фамилия получит футболка артема мещанинова ну что на этом все будем прощаться друзья мои да быть может мы сегодня были излишне разговорчиво но этому есть объяснение мы давно не виделись не с вами не общались о футболе поэтому сегодня вот как-то и у нас такой вот задушевные беседы получилось тем огромное тебе спасибо в твоем лице мы хотим пожелать нашей команде успехов и вообще в целом в длинную по сезону я уже все понятно знают про задачу поэтому ее уже надо начать реализовывать в это воскресенье в самаре конечно ждем болельщиков на первом домашнем матче с волгарем ну и в целом тебе главное без травм чтобы все эти болячки твои остались прошлым чтобы у тебя все срасталось и выше образование в конце концов ты получил да спасибо большое стремлюсь ну что на этом все друзья спасибо всем за внимание вы смотрели подкаст балтийцы через неделю увидимся вновь и это будет очередной гость в нашем эфире всем спасибо и до новых встреч